Обращение в государственные органы, органы местного самоуправления или должностному лицу неотъемлемое право каждого гражданина. Работа с обращениями граждан занимает особое место в деятельности любого органа власти. Актуальность этого направления работы определяется особой значимостью сферы общественных отношений, связанной с реализацией гражданами своего права на обращение, которое гарантировано Конституцией Российской Федерации. Это программа «Прокурор в теме», а тема нашего разговора – порядок рассмотрения обращений граждан в государственных органах и органах местного самоуправления. Я представляю гостя в студии Сергей Анатольевич Фридинский, прокурор Самарского района города Самары. Здравствуйте. 12 декабря 2021 года отмечается Всероссийский день приема граждан. Я прошу вас рассказать об истории проведения этого дня и будет ли он отмечаться в том году, потому что, по моей информации, в том году этот день не отмечался. Да, действительно, ежегодно 12 декабря с 12 часов до 8 часов вечера, в день Конституции Российской Федерации, на всей территории Российской Федерации, в органах государственной власти и органах местного самоуправления проводится общероссийский день приема граждан. В текущем году, как и в прошлом году, по причине пандемии, связанных с эпидемиологической обстановкой, такой день не проводился и не будет проводиться. Но в органах прокуратура этот день также проводится. Впервые такой прием был осуществлен в 2013 году на основании поручения президента Российской Федерации. Личный прием граждан проводится в порядке живой очереди при предъявлении документа удостоверяющего личность, то есть паспорта. В некоторых случаях по решению государственных органов, органов местного самоуправления допускается предварительная запись на личный прием в общероссийский день приема граждан. В ходе личного приема гражданин вправе оставить письменное обращение с отражением своей проблемы, по которому будет проведена соответствующая проверка. О ее результатах заявитель уведомляется в установленный законом срок. Ну, сейчас все уходит в онлайн-формат. Может быть, и этот день провести также в формате онлайн, то есть люди по интернету задают вопросы, а органы прокуратуры отвечают. Мне кажется, ну, это вот такая уже достаточно известная практика, и наверняка это все делается ежедневно. Конечно же, у нас в органах прокуратуры мы ежедневно получаем как на личном приеме, так и почтовой связью любыми доступными способами для граждан их обращения. Ну, в связи с тем, что развитие информационно-технологической сети интернет гражданин вправе подать на портале прокуратуры Российской Федерации обращения, в том числе и через госуслуги. Ежедневно поступает значительное количество обращений в органы прокуратуры. Мы их рассматриваем, конечно же, в установленном законном порядке. Так вот, давайте про закон и порядок поговорим. Как раз, каким законом регламентируется порядок и сроки обращений граждан? Правоотношения, связанные с реализацией гражданами закрепленного Конституцией Российской Федерации, право на обращение в государственные органы и органы местного самоправления, регулируются федеральным законом номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Установленный этим законом порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, порядок рассмотрения которых определен иными федеральными конституционными законами и иными федеральными законами. К примеру, жалобы на действия, бездействия решения дознавателя или следователя в рамках уголовного судопроизводства не могут быть рассмотрены в порядке указанного федерального закона, а рассматриваются строго регламентированным порядком, установленным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, то есть уголовно-процессуальным кодексом. Этим же законом устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоправления и должностными лицами. Письменное обращение, как правило, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. А вот указанный мной порядок рассмотрения жалоб, заявлений в сфере уголовного судопроизводства, там установлены конкретные сроки. Это трое суток, а при наличии исключительных оснований, где необходимо изучить уголовное дело либо материал процессуальной проверки, то данное обращение, срок под разрешение данного обращения может быть продлен до 10 суток. Все, на этом исчерпан. Да, Сергей Анатольевич, а расскажите, пожалуйста, вот какие требования существуют к направленным в органы государственной власти местного самоправления обращения граждан? Этим же законом о порядке рассмотрения обращений граждан регламентировано, что гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке должен указать наименование того органа или наименование того должностного лица, которому он направляет это обращение. Обязательно должны быть указаны анкетные данные, это фамилия, имя, отчество, адрес почтовый, адрес корреспонденции, куда он может принять обратную связь и куда ему направить ответ. Суть обращения излагается в свободной письменной форме. Здесь как бы каких-то регламентирующих порядок не существует. Вот с той болью человек обращается, он свободно может это все указывать в своем обращении. В случае необходимости можно к обращению приложить копии документов, которые потом по закону также будут возвращены заявителю по результатам рассмотрения этих обращений. Обращение, которое направляется в форме электронного документа, должно содержать адрес электронной почты, по которому также необходимо ему направить ответ. Да, но ведь существуют еще и такие понятия, как заявление и жалобы. Расскажите, пожалуйста, в чем между ними разница? Заявление – это просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод, либо сообщение о нарушении законов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и их должностных лиц. А жалоба – это просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свободы, законных интересов, либо прав, свободы, законных интересов других лиц. Это вот коротко. Да, помните, мне сейчас почему-то на память пришла в такая форма обращений в прокуратуру. Раньше, мне кажется, особенно ею пользовались такая форма, как анонимка. Есть ли она сейчас и действенна ли она? Ну, действительно, есть, к нам и поступают анонимные обращения, в которых не содержится анкетных данных заявителей. По закону и по инструкции, утвержденной приказом генерального прокурора, анонимные обращения, они не подлежат рассмотрению. Но в случае, если в анонимном обращении все-таки указывается о нарушениях законов, мы также проверяем, проводим проверки и принимаем меры прокурорского реагирования. Только ответ, конечно же, на такое обращение не дается. Не дается. Но информация, если она достоверная, все-таки к сведению принимается? Принимаем к сведению. Конечно, мы обязаны рассмотреть каждое обращение. И если, еще раз повторюсь, там указывается о нарушении законов, мы принимаем соответствующие меры. Спасибо. Сергей Анатольевич, как в органах прокуратуры организована работа вот как раз по рассмотрению обращений граждан? В органах прокуратуры работа с обращениями на сегодняшний день, да и ранее, считается одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности. В ходе проверок по обращениям прокурорами принимаются меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов. Наиболее актуальными, как правило, являются вопросы нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищного, трудового законодательства. Законодательство об исполнительном производстве, то есть это обжалуются действия без действия судебных приставов исполнителей. Также значительное количество есть обращений в интересах несовершеннолетних и молодежи. Это дети-сироты, которые путем обращения в органы прокуратуры через нас добиваются восстановления своих нарушенных прав. Значительная доля у нас, количество обращений по вопросам соблюдения законодательства в уголовно-процессуальной сфере, где обжалуются действия без действия решения органов следствия и дознания при принятии и рассмотрении данных обращений в органах полиции. Особое внимание мы уделяем работе с обращениями социально незащищенных категорий населения. Например, на практике прокуратура Самарского района проводилась по обращению жительницы нашего города проверка по ее заявлению. У нее на иждивении было двое несовершеннолетних детей. Поводом для обращения к нам послужило неисполнение одной из управляющих компаний в управлении которого находился дом, где проживал заявитель, своих обязанностей по исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот мы вышли на проверку и установили, что в квартире, где она проживает с детьми, температура воздуха в жилых комнатах и в местах примыкания к наружным стенам составляла всего лишь 5-12 градусов. Это, конечно же, было недопустимо. По результатам нашей проверки с целью восстановления прав заявителей, ее детей, мы обратились в Самарский район и суд с исковыми требованиями к управляющей компании и обязали управляющую компанию произвести ремонтные работы. Даже в таком единичном случае обращение происходит и направляются такие дела в суд. Не коллективно дома, а вот в частном. Да, конечно же. Мы же выступали в защиту интересов несовершеннолетних детей. Судом было рассмотрено, наши исковые требования были удовлетворены. Впоследствии мы проконтролировали исполнение судебного решения, ремонтные работы были произведены. Вот у нас немало, конечно, таких примеров, но случается все у нас на практике. Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вот гражданам обращаться в районную прокуратуру по месту проживания или просто можно обратиться на сайт прокуратуры Самары, и вы уже там сами распределяете обращение по районам, ну и, соответственно, по персоналям? Ну, порядок на сегодняшний день таков, что любой гражданин может обратиться в любой орган прокуратуры районного, городского, областного значения, где ему будет это сделано удобно прежде всего. Не обязательно гражданину, да, проживающему в Самарском районе, но обжалующего действия или там бездействия должностных лиц или органов другого района ехать именно в ту прокуратуру. Если им удобно прийти в прокуратуру Самарского района, он вправе прийти, подать обращение, а мы уже по компетенции направим это обращение тому прокурору, который вправе будет рассматривать это обращение. Спасибо. Становится ли количество поступающих в прокуратуру обращений граждан меньше, может быть, больше? И скажите, пожалуйста, с чем это связано? Конечно, меньше никак не становится, а наоборот. Вот прокуратура Самарского района в 2019 году разрешено было порядка 900 обращений граждан, в 2020 году уже чуть больше тысячи таких обращений. За год статистика, да? За 11 месяцев текущего года количество уже разрешенных прокуратурой района обращений составило уже почти 1300. То есть мы здесь наблюдаем тенденцию роста поступающих обращений, и в первую очередь это связано с открытостью и доступностью органов прокуратуры для граждан. Ну, все обращения по делу, то есть обоснованы, и здесь же у меня тогда вопрос, справляются ли сотрудники ваши с таким большим напылом обращений граждан, и в срок ли поступают ответы на эти обращения? Эта работа у нас держится на особом контроле. Нарушение рассмотрения сроков рассмотрения обращений граждан недопустимо ни в коем виде, ни в коем случае. Мы контролируем работу, работу своих помощников, принимаем в ней активное участие, и поэтому говорить о том, что у нас нарушаются сроки, ну, я за других, может быть, говорить не буду, но в прокуратуре Самарского района нарушенных сроков просмотрения обращений граждан не имеется. Давайте тогда поговорим, с какими вопросами граждане обращаются чаще всего. Ну, чаще всего, как показывает практика, граждане обращаются к нам по вопросам, как я уже чуть ранее сказал, это нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это львиная доля, скорее всего, обращений, которые поступают к нам. Это обращения, связанные с защитой, с просьбой о защите и восстановлении нарушенных трудовых прав граждан. Прежде всего, конечно же, это связано с выплатой заработной платы. Или бы ее не выплаты. Ну, а также по иным социальным вопросам. Ну, вот все-таки на подзорной вам территории какие вопросы стоят более остро в Самарском районе? Ну, и, конечно, здесь же у меня вопрос, как же вы их решаете? Специфика района является нахождение на подназорной нам территории большого количества аварийного жилья, объектов культурного наследия. Это историческая часть города. Мы ведем активную работу, направленную на обеспечение жилищных прав граждан, прежде всего. Инициируем переселение граждан из аварийного жилья. Мерами прокурорского реагирования мы добиваемся сноса расселенных аварийных жилых помещений. В целях обеспечения прав граждан мы участвуем в каждом судебном заседании по гражданским делам данной категории. В ходе надзорной деятельности мы выявляем многочисленные нарушения, связанные с несоблюдением охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия, порядков эксплуатации. С учетом важности данной проблемы мы принимаем меры прокурорского реагирования и добиваемся фактического устранения нарушений. Сергей Анатольевич, все-таки многих граждан волнуют также вопросы проведения капитального ремонта домов. Люди в первую очередь обеспокоены, конечно же, качеством проводимых работ, их своевременностью. Вот скажите, часто ли выявляются нарушения в данной сфере? И каким образом происходит защита прав граждан, если мы говорим все-таки о капитальном ремонте? Да, действительно, такие нарушения довольно распространены, и прокуратурой района им уделяется особое внимание ввиду высокой социальной значимости. На контроль мы взяли все контракты, заключенные фондом капитального ремонта. С привлечением контролирующих органов мы осуществляем выездные проверки, и в ходе которых устанавливаем полноту и качество проводимых работ. В случае принятия фактически невыполненных работ, мы организовываем проверки, направленные на привлечение уже должностных лиц к уголовной ответственности. Это вот в целом работа вся, что касаемо капитального ремонта многоквартирных жилых домов, мы держим на постоянном ежедневном контроле. На сегодняшний день вот такая ситуация сложилась, и к нам поступают обращения граждан, что те дома, которые вот стоят в плане ремонта на 2020-2021 год, до сих пор не проводятся торги фондом капитального ремонта. Контракты до сих пор не заключены. Мы, конечно же, все это поднимаем на поверхность, проводим проверки прокурорские, и уже добиваемся мерами прокурорского реагирования, повторюсь, восстановления вот жилищных прав граждан. А вот если все-таки продолжить разговор о капитальном ремонте, с какими еще болевыми проблемами можно обратиться в прокуратуру, чтобы получить помощь, защиту, ну и, конечно, разъяснение. В каких-то вопросах ведь очень важно еще и юридическое разъяснение. Человек понял проблему, вы юридически подсказали, какие меры нужно принять, может быть, даже порой и самостоятельно, и уже человек, вооруженный знаниями, он может как-то самостоятельно еще эту проблему решить, либо все-таки без прокуратуры не обойтись, вот если мы говорим, опять же, как я скажу, о капитальном ремонте. Ну, граждане, они прежде всего видят проблему и знают, что обратившись в органы прокуратуры, они найдут там обратную связь. К нам приходит на личный прием много граждан с разными вопросами, и не только, да, вопросами капитального ремонта многоквартирных домов. Вот вы правильно отметили, что за юридической где-то помощью, консультацией, да, мы всех принимаем, мы никому никогда не отказываем, ни в приеме, ни в приеме обращения, тем более это запрещено. Но бывает на практике обращается гражданин с определенной какой-то проблемой, и достаточно, знаете, сделать всего лишь один звонок должностному лицу, и проблема гражданина будет разрешена. И на практике такое есть и практикуется. И работает. Ну хорошо, вот кроме инсценирования проверок, направленных на привлечение к ответственности, прокуратура как-то влияет, чтобы вот права граждан были восстановлены, и не просто восстановлены, Сергей Анатольевич, а в полной мере. То есть человек пришел с проблемой, прокуратура помогла, и проблемы нет. Вот я повторюсь, может быть, скажу так, что это наша задача. Вот пришел человек, гражданин с проблемой, и мы обязаны сделать все возможное, и где-то даже может быть невозможное, для восстановления нарушенных прав граждан. Но все-таки какие виды работ могут остаться невыполненными? Вы имеете в виду сейчас про капитальный ремонт? Ну, здесь виды работ – это кровля и инженерные сети внутри домов. На сегодняшний день на территории Самарского района есть такие дома, мы их взяли на контроль, и уже порядка 40 исков мы в суд направили в интересах граждан с требованием о проведении этих работ в самые кратчайшие сроки. Скажите, пожалуйста, как сейчас организован личный прием граждан? Личный прием граждан у нас организован в каждой прокуратуре. Проводится он в течение всего рабочего дня, согласно графику, который вывешен и в доступном месте расположен в прокуратуре района. Руководители прокуратур прием осуществляют не реже одного раза в неделю. У меня лично прием граждан осуществляется каждую среду. Граждане уже знают, и, кстати, каждая среда у меня полна событий по приему граждан. В органах прокуратуры мы можем принимать не только, когда человек к нам пришел, но по звонку, например, инвалид обращается с определенной проблемой, и мы можем осуществить его прием с выездом к нему на дом, получить в установленном порядке обращение, потом его зарегистрировать и таким же образом его рассмотреть. А вот скажите, пожалуйста, отличается ли порядок рассмотрения от граждан обращений, принятых вот в разных формах? Мы сегодня в программе сказали, что можно обратиться как на личном приеме, так и направить письмо письменно по почте и по электронной почте. Так вот, это разные виды обращений, и реагируете вы на них по-разному? Либо это обращение с большой буквы и реагирование одинаковое? Это обращения, конечно же, да, с большой буквы, и принятые хоть на личном приеме, принятые хоть по электронной почте. Мы ко всем этим обращениям относимся аккуратно и рассматриваем все доводы, которые там указаны в полном объеме, и порядок подачи ответа на данное обращение, он единый для всех вот этих форматов поступления. Сергей Анатольевич, а вот если все-таки гражданин ошибочно направил свое обращение, скажите, оно останется без ответа, или все-таки вы перенаправите в нужный орган? В соответствии с действующим законодательством обращение, которое поступает в государственный орган, орган местного самоправления или должностному лицу, как я еще раз повторюсь, оно подлежит обязательному рассмотрению. И в случаях, если обращение содержит вопросы, решение, которое входит в компетенцию иных органов, оно в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующий орган с обязательным уведомлением заявителя. И уже тот орган, которому адресуется это обращение, и те вопросы, которые стоят на их разрешении, они уже проводят проверку, опять же, в порядке федерального закона, в порядке рассмотрения обращений, и дают уже в установленном законном порядке ответ. Но все-таки есть ли такие обстоятельства, при которых обращение гражданина может быть оставлено без ответа, по существу поставленных в нем вопросов? Обращение гражданина может быть оставлено без ответа, только вот в нескольких случаях. К примеру, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизнью, здоровью, имуществу, должностного лица, а также членов его семьи, это может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов. В таком случае гражданину сообщается о недопустимости злоупотребления правом направления таких обращений. Если текст обращений не поддается прочтению, бывает и такое, ответ на него по закону также не дается, и оно не подлежит направлению для рассмотрения в другие органы. Также может быть оставлено без ответа по существу обращение в случае, если ответ на него повлечет разглашение сведений, составляющие государственную или иную охраняемым законом, федеральным законом, тайну. Ну вот я сейчас вернусь к тем обращениям, где бывают такие обращения, где невозможно текст прочитать. Почерк неразборчивый, вы это имеете в виду, да? Бывает и такое, да. Мы не просто не позволяем себе даже не давать ответы на такие обращения. Мы вызываем заявителя, а в случае, если они к нам не могут приехать, мы сами к ним прибываем. Мы опрашиваем и уточняем эти доводы, которые были заложены, приведены, да, в этом обращении. И уже исходя из его опроса, с уточнением этих доводов, мы проводим проверки. Хорошо, спасибо. И последний вопрос, который я задам сегодня в программе, вот ранее вы сказали, что жалобы, связанные с нарушением прав граждан именно в уголовном судопроизводстве, рассматриваются в ином порядке. Вот куда обратиться гражданину, если нарушены права его при расследовании именно уголовного дела? Ну, по порядок обжалования действий и решений следователя по уголовным делам, он определяется уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Участниками уголовного судопроизводства, это обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие по уголовным делам, они могут обжаловать действия, бездействия решения следователя, дознавателя, где-то и руководителя следственного органа, в прокуратуру и в суд, в порядке тоже определенным, 125-й статьей Уголовно-процессуального кодекса. И, как я ранее сказал, такие обращения, они подлежат разрешению в течение трех суток. Сергей Анатольевич, подводя итог нашему сегодняшнему с вами разговору, скажите, пожалуйста, с какими заявлениями, жалобами необходимо обращаться в прокуратуру, особенно чьи категории граждан нарушены права? И все-таки, вот по вашему опыту, сейчас граждане обращаются более в каком виде наличный прием, письменно или все-таки в электронной форме? Ну, здесь на сегодняшний день, наверное, преобладает больше электронная форма обращений, их значительная доля увеличивается, но все-таки личный прием граждан, это вот более действенная мера, когда ты гражданину разъясняешь действующее федеральное законодательство, когда ты разъясняешь порядок разрешения его вопросов. Здесь вот, мне кажется, это более такая действенная форма, и мы как бы личный прием ставим во главу угла на сегодняшний день. Вот у нас прокуроры, где, на территории которых есть сельские поселения, то есть это труднодоступные районы, прокуроры выезжают туда и там организовывают такие личные приемы, потому что не каждый гражданин готов там проехать 100 километров, грубо говоря, чтобы подать обращение. Мы сами к ним едем, и там помогаем им в решении их проблем. Ну а если права нарушены, обращаться в прокуратуру стоит? Ну, конечно же, мы же работаем на благо людей, поэтому мы всем рады. Обращение, говорю еще раз, каждый довод, он не останется без рассмотрения. Спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Ну а если ваши права нарушены, нужно идти в прокуратуру. Обязательно. Всего хорошего. До свидания.